Предупреждаю, наш разговор записывается. Так, находимся в Иркутской, здесь коровник, здесь постоянно загоняют лошадей. Допрос на камеру телефона единственное, что остается владельцам пшеничных полей. Они пытаются заставить хозяев животных во всем признаться. Их коровы, свиньи и кони свободно пасутся в округе, нагуливают жирок на пшенице и вытаптывают огромные участки размером сотни футбольных полей. Вот в этом колоссистом поле уже видны огромные проплешины. Если здесь колосси достигают вне груди, то вот здесь их уже буквально нет. Если набеги скота не остановить, то вот это поле превратится вот в это. Да, вот этот огромный участок земли еще буквально в начале июня был, как на предыдущей картинке. Однако спустя всего лишь два месяца набега животных, все, что здесь осталось, это пожухлая трава, которая растет совсем низко и ни для чего непригодна. Чьи животины гуляют сами по себе, в деревне никто не признается. Чтобы хоть как-то спасти урожай, люди обращались в полицию, наняли охранников и даже обнесли поля проволокой под слабым током. Но это совсем не помогает. Даже с нашим количеством людей, с нашими электропастухами, которые вы могли заметить, ничего не получается, они их сносят. Потому что они на протяжении всего лета были не кормлены и не поены. Они просто помирали. То есть ими никто не занимался. У них не было ни пастуха, ничего подобного. Участковые игнорируют наши сообщения, наши претензии на эту тему. Местный уверенный бродячий скот принадлежит одному из частных хозяйств. Его владельцу уже предъявили иск на 12 миллионов рублей. По словам соседей, фермер ведет себя агрессивно и держит в страхе всю деревню. Застать хозяина мы не смогли, а его сотрудники от всех обвинений открещиваются. Вот лошадей там наших нет, они вот в той стороне. И... А нет, это другой едет пастух. Они там с пастухом, а коровы пасутся не там. Юристы говорят, привлечь к ответственности конкретного фермера действительно сложно. Но по закону, учетом животных и всеми связанными с этим нормами должны заниматься сельские советы. Но на практике этого никто не делает. В каких-то регионах Россия не есть, конкретно в Санкт-Петербургском крае, ну я не знаю ни одного муниципального образования, где были бы нормальные разработанные правила. Ответственность, то есть привлекать к ответственности за нарушение этих правил, при отсутствии самих правил, ну опять же затруднительно. И эта проблема, она повсеместная. Отсутствие нормальных правил зачастую приводит в деревнях к скандалам, дракам и даже перестрелкам. В этом поселке пока до такого не дошло. Отношения выясняют в суде. Но шансов, что на этом поставят точку, пока что мало. Мария Зарукина, Денис Тимошенко и Максим Галат. Енисей. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова